Всем привет, друзья! Многие из вас просили снять видео про симметрию мышц. Многие начинающие атлеты бодибилдинга сталкиваются с такой проблемой. Это состояние характеризуется тем, что мышцы на одной стороне тела отличаются по размерам от мышц на другой стороне тела. Например, левый бицепс развит менее, чем правый бицепс. У меня такая тема, кстати. Если вы посмотрите на мой правый бицепс, то он больше, чем левый. Правда? У каждого человека есть асимметрия. Асимметрия – это довольно частое явление. Если вы внимательно присмотритесь к своему телу, то вы увидите различия между правой и левой частью тела. Практически у всех людей различная длина рук, разрез глаз, высота плеч и так далее. Итак, как же исправить асимметрию? Конечно же, методика в основном будет зависеть от того, почему у вас возникла эта асимметрия. И очень часто у людей возникает такая проблема из-за сколиоза. Сколиоз – это видимое искривление позвоночника, при котором одна сторона мышц развивается лучше, чем другая сторона мышц, то есть асимметрия. Однако асимметрию можно устранить путем укрепления мышечно-связочного корсета. К тому же это позволит удалить или снизить болевые ощущения. В данной ситуации будет полезно занятие бодибилдингом, но в этом случае лучше проконсультироваться с врачом, а также, естественно, оздоровительная гимнастика. Истинная асимметрия мышц развивается по непонятным причинам, но, однако, это поддается исправлению. Чаще всего наблюдается различие в величине и форме грудных мышц. Для устранения этой проблемы нужно выполнять следующие рекомендации. Увеличивайте мышечную массу, тем самым это визуально будет скрывать вашу асимметрию. Это один из самых лучших способов, естественно, скрыть вашу асимметрию. Второе – это старайтесь сознательно возлагать большую нагрузку на отстающую мышцу. При асимметрии грудных можно выполнять такие упражнения, как жим, штанги, лёжа. При этом вес блинов на одной отстающей стороне должен быть на 5-10% больше. Тот же самый приём можно использовать с гантелями. Например, если вы качаете бицепсы, то одному бицепсу, который у вас отстаёт, вы даёте больший вес, а другому бицепсу, который развивается нормально, даёте меньший вес. Тем самым вы исправите асимметрию. Если вы качаете бицепсы с помощью штанги, то, например, вы взялись вот таким вот образом стандартно, да, на ширине плеч, и если у вас отстаёт левый бицепс, то вы подвигаете его больше к центру, а вторая рука остаётся на том же месте, тем самым левая рука будет получать больше нагрузки, потому что она в центре, и правая рука будет получать меньше нагрузки, тем самым вы, естественно, будете качать больше левую руку, которая отстаёт. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Поставьте лайк этому видео, если она была реально полезная. Также подписывайтесь на канал, не забудьте, покажите видео своим друзьям, и увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok